Всем доброго дня, с вами самоостройщик Лёха. В предыдущей серии мы успешно спланировали место для парковки, выставили опоры для навеса и залили все бетоном. С фундаментом на этом закончили, теперь переходим к крыше-навесу. И тут я просто не могу не порекомендовать улучшенную версию трубогиба. Трубогиб Гиппон ПРО. Принцип действия довольно простой. Есть центровой, это насадка на центральный вал. Он делает канавку на профиле, задавая правильное направление и куда складывается металл. Устанавливается центральный вал вместо доп. подшипников. Это как раз для работы с профилем 40 на 40, который как раз у меня. Также предусмотрен адаптер для дрели, чтобы вручную не крутить. Спойлер на будущее, я случайно сжег дрель, поэтому фрагменты из этого ролика я уже вырезал. Есть ограничительные кольца, но в базовой комплектации на валах стоят шайбы, вот как у меня тут. Если планируется работа с разным профилем, то кольца быстрее удобнее переставлять, чем шайбы. А вот чтобы гнуть круглые трубы, нужен набор конусных роликов. Если предстоит погнуть трубу, я заодно и тоже покажу. Прочли инструкцию и в бой. Прикручиваем к большой тяжелой ровной поверхности и начинаем прокатывать. Дверь, скажем так, мягко не смогла справиться и ушла на покой. Поэтому переходим на старый добрый ручной привод. На будущее я знаю, как эту конструктору немножко улучшить. На будущее добавлю педальку, на которую будешь нажимать и будет появиться в движение маленький мотор от стиральной машины. Потом поставлю редуктор, сразу после адаптера, на понижение. Тогда немножко, конечно, упадет скорость прокрутки профиля, зато дрель будет чувств себя комфортно и прям как по маслу. Для удобства работы с трубогибом я его прикрутил на высокий строительный козел. На полу работать неудобно. И еще плюс подвал соседа, так как вдвоем намного подручнее. И работа закипела. По инструкции необходимо было поворачивать верхний вал не больше, чем на полоборота. Если тяжело, то можно даже поменьше. Можно, конечно, и побольше, но по личному опыту профиль так нехило начинала гнуть винтом. После двух сделанных дуг принцип работы стал понятен и работа стала намного легче. Также у трубогиба на самом валу стоит фиксатор, который помогает зафиксировать нужную глубину изгиба нашей конструкции, то есть дуги. Это нужно, чтобы все дуги получались абсолютно одинаковые. В общем, по итогу профиль 40 на 40 толщиной 2 миллиметра. Трубогиб осилил в легкую и погнул так, как мне нужно. В дальнейшем я, конечно, межконструкцию улучшу для легкости работы. Ну и, конечно же, будут еще испытания как круглые трубы, так и, возможно, углов под 90 градусов. Ну а приобрести данный трубогиб можно по ссылочке в описании. Достаем все необходимое и начинаем собирать мужской конструктор. Да, кстати, именно на этом навесе я впервые испытал, обучился и вообще стал работать на полуавтомате. И, кстати, мне понравилось. Кому интересно подробнее узнать, как это все происходило. Ролик есть на маленьком канале. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Делаем одну максимально либо точную, либо максимально кривую ферму. Это будет у нас образец. И уже по ней в точь-в-точь будем изготавливать все остальные. Поэтому, если первую заготовку мы сделали криво, то и остальные все точь-в-точь будут такие же кривые. Запилы делаем на глаз, без всяких тисков и станков. И вот тут всплывает самое интересное. Первое. Это дуги погнутые не точь-в-точь. И по некоторым погрешностям приходилось немного разгинать дуги обратно. Ну, то есть точность хромает плюс-минус 10 сантиметров. Второе. Варить одну сторону сразу нельзя, так как ферма начинает выворачивать и скривлять. Поэтому необходимо сначала наживить одну сторону, потом ферму перевернуть и наживить вторую сторону. Только после этого начинать обваривать. А это время. Третье. Собирать что-то неровное на неровной поверхности в конце ровность не получится. Поэтому желательно бы иметь какие-то упоры. Ну, то есть либо козлики на одной высоте под заготовку, либо большой разделочный стол, на котором можно будет варить, который будет ровно. Если у вас всего этого нет, то всегда можно исправить с помощью кувалды. Ну и в-четвертых, даже если я все отпиливал идеально ровно, то все равно идеальные стыки были редкость. Почему? Ну, потому что дуга все-таки хоть чуть-чуть, особенно в самом конце дуги, хоть немножко, но пошла винтом. Поэтому опять же с помощью старой доброй кувалды мы дорабатываем эти стыки до идеала. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok После прихваток, рихтовки кувалды и идеальной подгонки, в конце уже можно было нормально все это проварить. Я решил перетащить все фермы в мастерскую и уже доделывать распорки там, которые в принципе на как-то конструктив, ну то есть форму и плоскость уже не влияют, это чисто подпорки для усиления наших ферм. Ну и уже в мастерской, где ничего не дует, не капает, я мог поработать удовольствие и красиво все это поснимать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Вот так потихоньку, чисто на сварку всех шести ферм у меня ушло около 20 человека часов. Чтобы не сойти с ума, я даже снимал некоторые индийские трюки. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Закончил варить все шесть ферм И перед тем как их монтировать, прошел с коллепестковым кругом для очистки от ржавчины И да, пробовал я же прославленный коралловый диск, и знаете, что я обнаружил? Что коралловый диск за 400 рублей хватает на две фермы, а лепесткового круга за 100 рублей хватает на одну ферму. Вывод. За 400 рублей покупаем 4 лепестковых круга и делаем в два раза больше ферм, чем одним коралловым. А если взять лепестковые круги еще на Авито, то мы еще больше в плюсе. Эх, экономия. 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 Так, я бедный и безработный, у меня куча свободного времени, я могу работать в любое время. А вот соседи все занятые, потому что ходят на работу. Поэтому пришлось ловить их уже после работы. И помните, ночной монтаж это самый веселый. Точнее весело станет утром, когда при свете дня вы увидите свой шедевр, который натворили ночью. Но я тоже на опаде, поэтому как был ночной кошмар, так он днем остался. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok После закрепления ферм я уже сделал себе обрешетку, чтобы ветер не раскачивал мои фермы. В будущем там уже будет лежать профнастил. Поликарбонат даже не рассматривал вообще в принципе. Ну и стал продумать следующий шаг. Так как думать после того, как будет сделана полностью вся крыша, уже поздно. А речь идет именно о электрике, проводах, закладных, ну и всякой вот этой мелочевке. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В общем, по итогу получилось намного лучше, чем я себе представлял это на картинке. Ну, финал уезжаете в последней части, которую я постараюсь сделать до конца этого года. Ну а пока давайте. Не болейте, не скучайте. С вами был Леха. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok